Всем привет! Я на остановке в Сосновопорске, жду маму. Поедем сейчас в Красноярск. Стоматологу повезу ее, что-то у нее там с зубиком случилось. А потом с Настеной поедем по магазинам, ей нужно купить пуховик. Длинное пальто, пуховик хотим купить ей. Вот такие планы на сегодня, жду газельку. Смотрите у нас какой снежок. Припорошил дорожки. Чуть-чуть выпал. И солнышко сегодня, и легкий морозец, и снежок. Прям красота. И солнышко такое яркое-яркое. Наверное днем будет тепло. Сейчас минус 10. Ну я вот выезжала из дома, было минус 10. Что-то газелька долго едет. Я на другой остановке вышла, потому что не успевала уже до автовокзала. Прособиралась маленько, прокопалась. Поэтому мама уже на остановке, уже в автобусе сидит. А я еще вот только из дома выехала. Пришлось выйти пораньше. Не доезжая от автовокзала. Ну сейчас уже газелька подъедет моя, и я поеду. Мы опять в своем любимом магазине Шарли. Недавно маме курточку здесь прикупили двухстороннюю. Покажу вам потом. А сегодня вот Настена мерит пальто. Ну, пуховик сильный, длинный. Дочь, покажись. Ну, неплохо смотрится. Мне нравится. Как тебе? Тоже нравится? Капюшончик одень, посмотреть глубину? Глубину посмотреть у капюшона надень? Ну, почему? Одень, да и все. На шапку накинь. Глубокий, хороший капюшончик. Пальто двухстороннее. Обратная сторона тоже очень красивое. Кстати, оно осталось одно. Как раз Настиного размера. Вот такое. Можно на одну и на вторую сторону носить. Дочь сидит отлично. Прям вообще идеально. И мне нравится, что там плечо спущенное, а не вточное. Еще вот такие модельки есть. Тоже сейчас Настена примерит. Тоже интересные. Цены разные. 13,200. Такая вот. А наполнитель какой у того черного? Естественный кожа скатывается. Файбертек. Файбертек? Он не будет скатываться после стирки, скамкиваться? Стираем его 30-40 градусов. И главное не варить. И большой лучше мне ставить. Все понятно. Цвет красивый. Он вроде как и не синий. А такой какой-то изумрудный. Темный изумрудный. У них у всех наполнитель одинаковый. Воротники отстегиваются. Так что этот мех можно будет убрать, если что. Все с кармашками. По бокам тоже замочки. Вот такое черное. Это же пальто. Вывернули на другую сторону. Вот оно же двухстороннее. Вот так оно будет смотреться на другой стороне. Покажись. Как тебе на этой стороне? Не знаю, что другая. Непривычно? Непривычно. А это, по-моему, короче, нет? Да. Чуть короче, да. Угу. То подлиннее. Такой же есть в черном цвете. Ну-ка, повернись. Ну, тоже хорошо. Такое еще тоже пальто. Интересная моделька. Это же тоже зима, да? Здесь 20% скидка идет. От ценника. От ценника у нас сейчас скажем. 14 300. Тоже интересная моделька. Здесь самки везде. Там полноценный и глубокий карман. И здесь тоже полноценный и глубокий карман. Тоже хорошая моделька. Со спинки обычная. И хорошие, большие капюшончики у них глубокие. Лучшая модель. Черная такая вот уже стильная моделька. 30% у нее идет скидка от цены 14 500. 10 150. И белые такие же есть. Ну-ка, покажись. Ну вот первая мне пока больше всех нравится. Это тоже понравилось. А вот это как-то мне не очень. Простенько, мне кажется. Ну, с другой стороны, ничего как бы такого лишнего, да. Замки вот эти мне светлые по бокам не нравятся. Давай другое. Ну-ка, дочь. Вот Настя как раз примеряет вот эту модель, что я вам сейчас показывала. Вот так она смотрится. Мне нравится. Вот это мне вообще нравится, Настя. Тебе как? Ну-ка, со спинки покажи. Ну и спинка хорошо села. Цвет приятный такой. Это, наверное, уже осенняя может быть, тоненькая. Вот такие вот черные тоже пальто с 30-ти процентной скидкой. И они на поясе. Курточки. Ну что, кому девочки надо, 13-300 ценник. Качество хорошее у этих производителей. Мы уже не одну вещь здесь покупаем. Поэтому каждый раз сюда возвращаемся. Вещеноские хорошего качества. Что скажешь? Не очень. Ну, давай другое померю. Так, вот черная вот эта моделька, что я им с поясом показывала. Дочь, покажись. Угу. Тоже хорошо села. Капюшончик такой большой, глубокий, хороший. Оно, кстати, и без пояса хорошо, и с поясом хорошо смотрится. Да. Да. Вот Сленю пальто надо так, на каждый день, на работу. Потому что у нее светлое с козой, которое быстро, но оно быстро пачкается. Вот на сменку такое, чтобы сильно не затаскивать светлое пальто. Вот она решила себе еще взять такое вот темненькое. У нас у него, по-моему, и рукавчик немножко к Лешам идет к низу. Он так хорошо смотрится, и никаких замков с боков нету по низу, что у меня не очень. Клепочки? Ну, клепки, они как-то лучше смотрятся, чем эти молнии светлые. А тут все как бы потайные кнопки, их и не видно, что они там есть. Мне нравится. Смотрите, какой кротон красивый. Я его, когда увидела, прям обалдела. Я обожаю кротоны. Очень красивый, пушистый, такой разросся прям, шикарный. Дед Мороз. Вот это вот пальто еще нравится в манекене по цвету, но это пух. И ценник у него 30 с лишним тысяч и 20% скидка. А? А? Поехали. Девочки, как вам это пальто? Это какой размер? Продавец предложил этот цвет померить. Я говорю, не-не, этот не надо. Голубой это так, чтобы с манекена голубое не снимать, померим этот брусничный. А Настя наделает, говорит, я хочу это. Вот это тоже моделька очень красивого цвета, такого графитного. И он прям такой немножко как хамелеончик этот цвет. В голубой какой-то такой уходит, в синий. Симпатичненькая тоже. Ну, моделька примерно такая же, как и все остальные, что она мерила. Мы приехали, народу никого практически не было. Сейчас столько народу, что невозможно даже поснимать вам, девочки, наносить что-то. Потому что везде люди ходят. Светленькая тоже, посмотрите, какая моделька, может, кому-то понравится. Иди, иди, смотрите. Лора, да Витти. 10900 ценник у нее. И они есть еще в других цветах. Вот эта моделька есть еще в таком цвете. В черном цвете. Это уже другая модель с 20% скидкой. Есть такие вот белые. Лимонные. Такая вот моделька лимонного цвета. Камера не передает. Прям лимонный. Есть вот такая модель. 13900. С цепями. Я думаю, цепи отстегиваются. Моделей очень много. Мы находимся сейчас на Зените в магазине. Это сеть магазинов Шарли. Они по всему Красноярску. Их тут есть несколько магазинов в разных районах. Мы до этого покупали себе в магазинах на цирке. В магазине Шарли на цирке. А сегодня вот заехали на Зенит. Здесь выбор больше. Здесь магазин огромный. Прям просто огромный. Симпатичная. Искусственный барашек. Смотрится очень хорошо. Ну-ка спиночкой повернись. Ну и по спинке тоже. Нет, тебе надо длинное пальто купить. Так курски-то у меня тоже нет. Ну, значит, возьми то черное, которое первая мерила. И... Не хочешь? Палантинчики тоже какие хорошенькие. Этот вообще яркий, такой красивый. Клеточка тоже. Нет, кстати, надо себе какой-то тепленький палантинчик купить. Что-нибудь типа такого. Но я бы сюда еще немного розового добавила. Такого бледно-розового. Так. Моделей, конечно, много. Вот еще какие модельки тут висят. Ну, светлая. У нас есть. Еще чуть-чуть. Поменьше. На. Вот так вот. Ух-х-х-х-х-х. Вот так вот. Ну, что-то. Ух-х-х. Так, вот так вот. Ух-х-х. Ух-х. Очень интересная моделька. Но светлая у нас тёны есть. Как тебе вот такая моделька? С кожей. Посмотрите, какой у нас красивый дом стоит на улице Ленина. Старая архитектура. Приближе вам, поближе показать хочу. Красавец. Посмотрите, какие сауни, окна. Мы перешли дорогу станционной, я вам теперь могу поближе немножко показать. Какая красота, какие наличники красивые были когда-то, да? Сейчас, конечно, всё это пооблупилось. Ничего с Настей мы Шарли пока не взяли. Ей очень понравился пуховик, который брусничного цвета. Ну, он стоит 30 тысяч там. 37 900. Ой, 37 900. А со скидкой получается сколько? 30 с чем-то. 30 с чем-то тысяч. Вот. И, конечно, решили подумать. Решили съездить пока ещё в другой магазинчик и посмотреть, что там есть. Ну, вообще, она даже подрастроилась. Ей сильно понравилось это брусничное пальто. Я говорю, не надо расстраиваться. Если сейчас ничего не купим, вернёшься и купишь себе то, что тебе нравится. Порадуешь себя. А Боженька тебе даст на твои нужды ещё денег. Это так всегда бывает. В общем, вот так. Сейчас здесь очень шумно. Мы по центру города идём с Настей. Здесь сегодня суббота, выходной день, поэтому машин очень много. В принципе, как и в рабочий день. Настёна предложила зайти в кофейню, попить кофе. Покажу немножечко вам. Вот так вот. В другой зал не пойдём, потому что там очень много молодёжи. Очень шумно. Мы решили просто с ней по бутербурге купить с форелью и попить кофе вкусный. Девочки, посмотрите, какие ели голубые, шикарные. Это у нас, по-моему, технологический институт, который сейчас объединили с аэрокосмическим. С другой стороны тоже такие голубые ели стоят огромные. Красиво, правда же? Да, вон там большая тоже ель стоит. Ух, как-то такие. Самокат чего-то там. Продуктная красота. Наверное. Уже вечереет. Смотрите, какая красота. Скоро зажгут огни. В центре города. А мы всё и ищем пуховик. Так и заночуем сегодня здесь. В каком-нибудь из магазинов. Аж дух захватывает, какие они огромные, эти ели. Красотки, просто красотки. Так, ну пойдём сейчас ещё в один магазин зайдём. И всё, и я до дому. До дому, до хаты. Дети меня там уже заждались. Малышня моя, любимая. Говорят, хозяйка нас покинула сегодня на целый день. Пойдёмте посмотрим ещё в одном магазинчике что-нибудь. Если там ничего нет, тогда не знаю, что ещё и где. Смотрите, искать. Вот тоже смотрите, красотень какая. Здание очень красивое, архитектурное. Вот это вот дом офицеров. Такие кофемашины у нас в городе стоят. Вот это у нас театр Пушкина. Серое здание с колоннами. Мне так нравится цвет вот этого здания. Такой приятный глазу, да, Настя? У тебя куртка такого цвета. У меня позеленее. Ну да, маленько позеленее. Так, нам вот сюда. Вот ещё одна такая машинка стоит синенькая, где кофе готовят. Можно попить. Здесь у нас детский мир. Давно там не была раньше. Настюнка тебя тут одевала. Магазин Воскресенский. А нам не сюда разве? Нет. А, нам в торговый дом. Здесь мы Настюнке покупали обувь. Я и себе здесь две пары обуви покупала. Здесь два этажа. Пойдем сначала на второй этаж сходим. Посмотрим, ещё есть. А потом в подвальчик спустимся. Соколь. Народу много. Народу очень много. Красивенький такой. Ой. Снялся. Свет приятный очень. Мне кажется, такие же похожи. Мег сейчас, конечно, не для Сибири делают. В обуви. Мне кажется, такой же такой. Мег сейчас, конечно, не для Сибири делают. В обуви. Мне кажется, поэтому у него всё поблизло внутри. Вышаркивается быстро. Но если каждый день ещё носить одну и ту же обувь, то он вообще моментально вышаркивается этот мех. Модельки, конечно, такие современные, молодёжные есть. Так же ничего постарше. Смотрите, какая сумочка. Интересная. Что у нас тут по цене? 4 600 такая сумочка стоит. Интересная какая. Раз. Как застёгивается. Интересная. Зелёненькая тоже. Симпатичная. Вон беленькая такая же стоит. 8 900. Цвет какой приятный, оливковый. Ой, как я люблю один карман. А, нет, не один. Один большой по центру и два ещё таких небольших кармашка. Такая уютная сумочка. Мстительная. 7 900 такая стоит. Так, я мешаю, да? Вон какие, Настя, нашла ботиночки. И чёрные такие же. 26 900. Угу. Угу. И кто? Да. Такие яркие. Угу. 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 тоже сумочка какая не люблю когда золотые замки не знаю почему хотя мне мне больше нравится под бронзу который тоже с золотом не знаю примеряет надо смотреть кто их знает как они будут смотреться верить надо сумка какая классная она тяжелая такая кожаная да нет это же не натуральная кожа до потому что они кожаные поэтому 15 вниз ходить еще здесь от яркие такие пуловеры цвет конечно камера искажает мятный с фиолетовым 2 400 такой стоит но по качеству чувствуется что хороший качественная ниточка точно присутствует тоже покалывает маленько на это как я вот такой был пулу что с камерой у меня случилось такая симпатичненькая надо на стене какой-то свете ручек посмотреть как она там обувь выбирает что такого интересного не вижу вот этот вот хорошенький светленький вот этот вот хорошенький светленький а это костюм белый платье уже пошли тоже платье и 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 ничего такого быть него нету хочу сказать вам я не говорю конкретно брать магазина вообще в принципе вот мы сколько снасти проехали мы нигде не можем нормально какой-то полу и пуловер купить или свитерок тепленький вот курточка хорошенькая висит там славненькая по крайней мере мне нравится в плане свитерочков это все одно и однообразное какое-то новое того же качество цены конечно не дешевые блузка лара тоже что может конечно на фигуре она будет хорошо смотреться надо мерить ты кончик такой ничего опять мы не нашли пошли на выход настенка зашла вот в этот магазин карамель называется а здесь выше смотрите мармелад в бочках и написано весь мармелад 180 рублей видно вам видно прикольненько да мармелад маркет а настя зашла в магазин женская одежда называется карамель я вышла на улицу там так душно невозможно постою на улице так хорошо тепленько уже фонарик уже фонарики кое-где горят витрины уже зажглись немножко постою подожду ее если она там что-нибудь захочет померить примерить позвонить мне зайду посмотрю хорошо сегодня с ней прогулялись жаль конечно что ничего не купили ну что делать значит не значит сегодня не наш день придется еще раз выбраться в город может в следующий раз что-нибудь прикупим не ну правда девчонки цены голливудские на то что нам понравилось я думаю что этот пуховичок хоть он и яркий хоть он и на пуху но таких цены такой цены он точно не стоит мне кажется поэтому не стоит даже и жалеть что мы его не купили но это мое мнение конечно если она захочет пусть покупает но она тоже человек у меня такой практичный экономный в этом плане поэтому думаю что вряд ли она захочет себе купить за такую цену такой пуховик девочки оказался магазин молодежная одежда здесь только молодежная одежда вот настя примеряет блузку вот такую не блузку кофту и брюки ну кофточка неплохая брюки не очень а кофточкой кофточка неплохая когда настена примерками занимается я решила побаловать себя вот такой конфетка называется манна кто-нибудь еще любит такую конфетку с маком внутри в белой глазури обожаю я их зеленая лучше смотрелось вот такие конфетки я думала они с маком они с кунжутом так редко их покупаешь даже забыла что они без мака очень вкусно светерочек хорошенький и с воротом с беленьким прям хорошо так тебе вообще вообще славненькая вообще очень даже хорошо ну тоже такой спортивненький стиль нормально смотрится хорошо мне кажется с джинсами будет хорошо смотреться где-то Субтитры сделал DimaTorzok